Жаркий летний период совсем близко. И хотя специалисты Росгидромета заверили, что в этом году температура воздуха будет в пределах нормы, аномальной жары не предвидится, в Московской области к пожароопасному периоду готовы. Основное внимание сосредоточено на профилактике пожаров. Подробнее Кристина Одиноченко. Торфяным месторождением Родовицкий мох на территории городского поселения Рязановский решено вернуть первозданный вид, то есть обводнить, снова превратить в болото. Раньше вода с этих полей под водным каналом, которые остались в наследство от мелиоративной системы предприятия, уходила в АКУ. Было построено 7 шлюзов переездов, 10 километров дам с обеспечением проездов и 2 накопительных водоема, что позволило нам задержать талые воды в 2011 году. Правительством Московской области принято решение до 2013 года обводнить пожароопасные торфяные поля. Прошлым летом в Егоревском районе удалось залить несколько сот гектаров торфяников. В этом году планируют обводнить уже порядка 6 тысяч гектаров. Хотелось бы, конечно, чтобы лето было спокойное, но мы не надеемся на это сейчас. И поэтому создали добровольно-пожарную дружину. Сейчас постоянно у нас патрулирование. Каждый день торфяники Егоревского района обещают десятки людей. И лесники, и пожарные, и добровольцы. Ведь на этой территории остались еще несколько тысяч гектаров невыработанного торфа, которые от непогашенной сигареты или спички могут вспыхнуть в любой момент. Владимир Кочаров, профессиональный пожарный, борется с огнем даже в свободное от работы время. Уже второй год он состоит в добровольной пожарной дружине. Люди в этом плане стали серьезно относиться. Уже посерьезнее. Уже знают, что такое пожар, какие очаги, что они могут принести, какой вред. Но я бы сказал, сейчас уже полегче стало. Финальным этапом программы по обводнению торфяников в Егоревском районе будет строительство насосной станции и трубопровода. Тогда при необходимости всегда смогут регулировать уровень воды там, где это необходимо. Мощные насосы, диаметр трубопровода 800 миллиметров был и 1 метр. То есть по таким трубам с мощными насосами эти поля подтапливаются в течение двух недель. Каким бы ни оказалось, наступающее лето Подмосковье встретит его во всеоружии. Разгул стихии не застанет врасплох. Значит, будет больше шансов избежать потерь. Кристина Одиноченко, Михаил Пашенцев. Новости Подмосковья.